Часть этого закона. Я на прошлом заседании его перевел, к которому подтвердил Виталий Павлович, начальник правильной юстиции, и мы с ним обсуждали в отношении формулировок, которые прописаны в этом законе. Вы опять оставили эту подъезду по отступлению от норм закона, которого, но движение нельзя только процедурно-направленностью прокуратуры. В прошлый раз я хотел понять, вот я задавал Николаю Семеновичу вопросы, и я хотел понять, что мы делаем, на какие цели мы направляем. Для поддержки всех госпроизводителей, да понятно всем, каждый из вас, сидящий здесь, понимает, что мы обязаны помочь против этой помощи, исходя из наших возможностей. Никто против этого предупреждения, но я в том числе. Не думайте, что я против, потому что сам закон о субсидировании, именно инициировал я, 60-х, на эту яру, от которого я основал, как вырусил. Я с вами понимаю специфику, поэтому я хочу помочь, но хочу, чтобы все-таки мы это сделали правильно. И задал вопрос, у нас есть, уважаемые коллеги, один фонд, закон о субсидировании, который там фонд 10 миллионов, второй фонд поддержки предпринимателей, они там, конечно, пересекаются. Я задал вопрос, а что с теми фондами? Может быть, один увеличить? Нам важно, если что важно, все деньги направятся, любыми. Я так ответу прошу вас не понял. После заседания, здесь присутствует начальник управления Абакарина, как раз запрос, чтобы он мне дал информацию на 15 сентября этого года, сколько денег было, значит, выдано из полкома по фону субсидирования и по фону поддержки предпринимателей. Вы сейчас подъявите, сколько денег, покажите, по фону субсидирования на 0,5 миллиона на 15 сентября исполком не увидел ни одной бонусы, а можно меня не перебивать, у меня есть документы, я их скажу из документов, а по фонду поддержки предпринимательства аж целых 21 тысячи рублей. Я задаюсь вопросом, а что мы делаем? Ведь по фонду поддержку мы поднимали эту проблему еще с мая месяца, даже с апреля месяца, с апреля месяца, да, месяц поступал, мы могли, исходя из того, что в бюджете этого заложено, закон позволял, исполкнул, когда не приходите на распоряжаться и раздать эти деньги, еще в апреле, в мае, в риме, на дворе уже октябрь месяц. Я не причу никого обвинять, но, может быть, связан с выборами для того, чтобы сделать какую-то акцию, чтобы мы так сильно беспокоимся от сельхознительства. Я хочу напомнить, что сельхозпроизводители выходили на протесты и добились, не наши, в республике добились поддержки. Андрей Датурочный, я не знаю, сколько же русские производители получили денег. Вот у меня есть документы с собой, исходя из базовых 35 тысяч гектаров, это именно по первой группе хлебов, получили 54 миллиона. Там, по-моему, 1500 лет на 1 гектар. Хорошо. Семь. Ну, Андрей Датурочный сказал правду, говорит, я не знаю, все ли получили, потому что эта информация залива, если кто-то получил, считает, что эту информацию нужно опубликовать, если кто-то не получил какую-то причину, ему нужно обратиться и воевать для того, чтобы не получить. В нашем случае, в нашем случае, если наш бюджет позволяет выделить 15 миллионов, то нужно его сначала сделать правильно, либо по фону субсидируем и увеличить, но направить подобным образом на тежках с 5 тысяч. Я посчитал, что это простое. Получается 426 рублей на 1 гектар. То есть, если мы направляем их по первой группе хлебов, то потерял, опять же, на этих площадях, этим же производителем, и эта информация тоже должна быть опубликована, чтобы люди понимали, что каждому, сколько положено, все деньги получили. Ну и, соответственно, понятные лица корректы. Инициируют, чтобы оно дожгло до угонщиков. Это понятно, да? Чтобы люди тоже не остались от земли. Но здесь, вот у меня есть внутреннее возмущение и недовольство тем, что как работать с полного дела. За 19-й год, за 18-й год у нас в Лондоне эти работы. Да, было чуть меньше денег, но они были реализованы меньше чем наполовину. Сейчас ноль. Либо у нас вообще мёртвая деловая активность. Вообще нет спроса на денег. Я понимаю, это так. Либо у нас нолевая работа с полного комитета, которых мы содержим, платим налоги, нравится это кому-то или нет, их содержит армию чиновников. Но именно на поддержку бизнеса, на развитие, нет ни одной полуции. Как же работаете? А зачем у вас содержит? Нужно дать оценку, почему до сих пор, значит эти деньги не будут направлены. Любой чай не будет направлен. Почему такая плохая работа? Зачем мы этот закон принимаем, утверждаем в бюджете фонды, которые потом не можем контролировать? На что мы делаем концерты? Мы потом их действительно не можем контролировать. Потому что потом во внутренней кухне можно перекидывать их с одного фона на другую. И мы об этом знать не знаем. Мы сами даем возможность, даже тем же прекрасным законам, которые вы инициировали, ваша группа, по питанию детей, мы точно так же не контролируем и не проверяем, каким образом расходятся деньги. Это, конечно, наша проблема. Поэтому я готов поддержать, я готов поддержать уделение 15 миллионов, но документы должны быть четко, юридически прописаны, обозначены и обязательно на порядке, чтобы статья ГРУСМЕНТ опубликовала, потом в смысле мы реализуем. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!